Жизнь в болоте с камышами и лягушками – это не цитаты. Из песни про Водянова – это о жителях немецкого посёлка. Их дома и огороды затапливают из года в год. Даже летом вода никуда не уходит. Администрация Кировского округа заявляет, что работа ведётся, но люди почему-то её не замечают. Подробности у Максима Кабаненко. Жители немецкого посёлка выходят на улицу только в резиновых сапогах. Дворы затоплены у большинства людей. Марина Кнодель в своём доме жить сейчас не может. Воды буквально по колено. Женщина регулярно вызывает машину для откачки, но это не помогает. Людям приходится отказываться от своих огородов. Садить овощи они не могут. Вот участки превратились в болото с лягушками и камышами. Галина Лобова в этом доме прожила всю жизнь. Мало того, что её жильё сейчас в аварийном состоянии, и она ждёт очередь на расселение, так ещё и двор затоплен. Скажите, пожалуйста, вот как давно у вас здесь вот эта вода? С 16-го года. 16, 17, 18, 19, 4-й год пошёл. Вся моя растительность погибла. То есть здесь раньше огороды были у вас? Конечно, конечно. Я хоть под старостью с огурцами со своими была, с помидорами со своими была. А сейчас я смотрю, только слушаю, вечером эти лягушки квакают, и вот эта трава. Гуля Кусаинова по своему двору также предпочитает ходить в сапогах. Рассказывает, что если летом он ещё высыхает, то дома в погребе, хоть рыбу лови, вода не уходит даже зимой. А зимой она замерзает? Нет. Вода стоит, пол холодная. У меня тут внуки спят. Вообще невозможно их босиком. Они босиком тут не ходят. У нас всегда одеты в шестернах носках, в тапочках. Четверо внуков у меня. Даже поиграться негде возле дома. Выводим туда на пикетную, чтобы поигрались дети. Местный житель рассказывает, что так было не всегда. Ситуация усугубилась несколько лет назад. Ливнёвки перестали чистить, а котлован, куда должна стекаться вода, заброшен. Тем не менее, в социальной сети ВКонтакте в группе КПРФ Омск администрация города оставила официальный ответ по поводу выполняемых работ в немецком посёлке. На сегодняшний день проведён целый ряд мероприятий по ликвидации подтопления. Произведена откачка 130 кубометров воды. Выполнены работы по углублению и очистке канавы по улице Тургенева и улице Дунаевского. Проведены работы по промывке водопропускных труб по улице 22 декабря Седова, Новоомская, Дунаевского, 5 декабря Тургенева в полном объёме. Кроме того, осуществляется очистка и углубление водоотводных канав по улицам 22 декабря Полярная, Ключевая, а также произведена отсыпка глиной улиц Ключевой и Граничной объёмом 500 кубометров. Но, как рассказывают местные жители, изменений они не заметили. Вода по-прежнему никуда не уходит. Не зайти, не выйти. В коридоре вода, в доме вода, в общем, везде вода. Обращались куда-нибудь? Обращалась, обращалась в администрацию не один раз. Приходила комиссия в 2017 году, в 2018 году. В общем, сдвигов вообще никаких. Даже в суд обращалась. Ничего. Как жили, так и живём. Плаваем. Депутатом на этом округе является коммунист Иван Федин. Из года в год он поднимает проблему на самом высоком уровне. В этот раз он провёл собрание с жителями немецкого посёлка, чтобы достучаться до власти. Было подготовлено специальное обращение в администрацию города, которое подписали больше ста человек. Мы хотим заставить власть, выдвигаем свои требования, чтобы они исполняли только просто свои обязанности. Приведение в надлежащий вид посёлка, когда дети малые страдают, люди среднего возраста, пожилые люди от подтопления. Когда власть думает, что один голосок – это комариный писк, можно им пренебречь. В данном случае, когда больше ста подписей мы собрали сегодня, власти придётся задуматься. Правда, пока власть будет думать, немецкий посёлок может превратиться в болото. Понятно, что изменит ситуацию лишь полноценный комплекс работ, а на него нужны большие деньги, которых в бюджете, увы, нет. Вот и получается, что из года в год всё переливается из пустого в порожнее. Максим Кабаненко, Григорий Бадьянов, Обком ТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова